Меня зовут Павел, и так уж сложилось, что моя тема — это, по сути, логическое продолжение того, что вам рассказал Артём, про то, как, собственно, быть с тем человеком, инженером, в первую очередь, которого вы уже взяли в свою команду, и как вы будете его учить и вводить в свой проект. Собственно, да, вот этот вот улыбчивый парень на экране — это я. Я уже 8 лет в IT, 5 игре, и последние 2 вроде как успешно занимаю позицию дим-лидера. Ну да, спасибо, Дима, за этот комплимент. Как на самом деле я вижу процесс неграмотного введения инженера в команду, примерно можно сравнить с выбором какого-то гаджета, и вот монитора выбирали, что-то яркое, красочное, всё подходит классно, вам его привозят, и вот как-то он оказался не такой яркий, красочный и тонкий, и вообще эта коробка. То есть надо как-то её распаковать и, собственно, получить уже от этого профит. Как мы будем это делать? Вот так. Мы узнаем, что мы будем делать с новичком, как сделать эффективным его первые неровности, и как сократить, в принципе, период его обучения до желаемого и необходимого минимума. Собственно, есть две крайности, с которыми встречаются новички в процессе работы. Им сначала либо скучно, потому что им приносят такой юзер-гайк, или жёлтенький, распечатанный на печатной машине, сдувая с него пыль, читай. Он читает, пытается как-то получать от этого удовольствие, но как-то становится скучновато. А мы всё, да-да-да, дочитал, какая голова, ищу читать. Приду потом. Либо сразу говорим, новая фича, сегодня вечером в продажном, и вы смотрите, как человек прямо у вас на глазах стареет, сидеет и сгорает. Собственно, да, вот результат этого всего. Он либо, боже, что это, куда я попал, зачем мне это всё надо, и, как следствие, очень часто он может просто вот так вот улететь и оставляет на себе вот такой реактивный выхлоп фидбэка о вас и компании в целом. Ну, очень часто этот фидбэк, учитывая, примерно, локацию, откуда он идёт, негативный. Поэтому попытаемся рассмотреть, как этого всего избежать. Сейчас, внимание, этот слайд очень капитанский, и капитан очевидность внутри каждого из вас сейчас прищурился и сказал, что он так и знал. Да, три шага. Это планирование, собственно, исполнение вашего плана и какой-то фидбэк. Вам же нужно узнать, было хорошо или плохо. План у нас состоит из нескольких частей. Это, собственно, планирование инвайрмента, впечатления, которые вы хотите произвести, всякие процессы, процедуры и прочая магия, которую должен знать Нубик. Availability, доступность всех участников процесса обучения вашего Ньюбика. Кстати, когда я говорю Ньюбик, это не значит, что это вообще зелёный парень, волосулись, где бежал такой волосоногий, задорный. Это может быть уже и опытный инженер, просто он новичок, класс именно в проекте, в команде, на районе, например, и так далее. Сплатно важно ещё, очень важно, чтобы о ваших планах знали ваши сотрудники, каворгеры. Ну и, собственно, вот самое последнее и самое магическое – это ментор. Вот если вы грамотно инвестировали когда-то в ДМО, и у вас есть в команде вот этот ментор, то про остальные пункты вы можете забыть, забыть, точнее, достичь эту переборочку, да. И это всё сделает хороший, обученный ментор. Собственно, о плане более детально и о его исполнении мы сейчас поговорим. Условно они разделяются на четыре этапа. То, что вы должны сделать до того, как придёт, в первую неделю и в первый месяц. Собственно, до того, как придёт, есть всего одна вещь, которую нужно сделать. И не всегда у всех получается. Это успешно. Это позволит за то, чтобы был готов инвайрон. Под инвайром я подразумеваю стол. Если есть стул – это шикарно, если есть ещё и комп, то это вообще не шикарно. Потому что… Вот так вот я ещё сделаю даже. Это да, хайвер. Потому что, опять же, реакция, если приходит новичок, не у меня это ни стула, ни соло, ни компа, она может быть диаметральной вообще, но разной. Кто-то будет рад читать языками, но позже, сейчас я ещё и слух их прочитаю. А кто-то просто подойдёт и берёт у вас нового публика, как бы уже много кому идти вы. Потому что вот именно подготовились. Да, это, как бы, ответственность лежит. Да, и вы идёте, выбираете, покупаете. Это делают в разных компаниях по-разному, где-то админ, фасилити. Но, опять же, после момента, когда вы заакцентрили и знаете, что к вам придёт новый человек, ответственность на том, чтобы спросить несколько раз и убедиться, что этот инвайрон будет готов, именно на вас. Так что, пользуйтесь и помните об этом. Итак, в первый день важно подумать и сформировать какое-то правильное впечатление о себе и о вашей команде. Потому что, опять же, на интервью все сидят с умным лицом, спрашивают разные вопросы, говорят, что мы все приходим в 10, неупотребляем и так далее. Первый день приходит новичок радостный, с бантом, с букетом гвозди для своего депритранного, а его нет. Он приходит в 12 дней свежий, как-то это уже, какое-то подборщинное впечатление остаётся, то с ковкусами тоже никто. Желательно, даже, наверное, всё-таки обязательно предупредить ваших каворкеров, тиммейтов, что к вам придёт новенький. А не так, что где-то через 3 недели у вас спросили, «Точно, когда человек опять на смс?» Да, это как бы, вы могли это сказать в первый день, что человек будет сидеть, и он будет работать вместе с вами. Вот его зовут. Вася. Нету Васи, не Сирий, есть ниджетс. Это просто какое-то имя. И да, знакомьтесь с ментором. Опять же, концентрируюсь на монетре, но на самом деле, может быть, даже ментор, как и в этом всём процессе, ключевая роль. Почему? Потому что каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, когда приходит новичок, и начинает спрашивать, и все так говорят, «Слушай, ты знаешь нас? Прости, не пей». Надо кодить. «Петя, сейчас пьет». «Я кушаю». Прямо на рабочем месте. А когда есть человек, который знает, что это его обязанность ответить на вопросы новичка, он, во-первых, экономит время всей команды, потому что, если он так кормит, подойдет, спросит, ответит. либо скажет, «Я подумал». «Я к нам многозначительно». Опять же, это экономит время всей команды, и это облегчает жизнь самому новенькому, потому что ему не надо бежать и думать, кому же спросить, потому что есть специально обученный, или еще в процессе обучения, на менторство человек. И, да, в первый день познакомьтесь, собственно, с планом. Под планом я имею в виду план именно вот вашего продукта. Я старался его каким-то оставить экстрактным, не упоминать, потому что вещь такая, достаточно интимная, и, может быть, кто-то меня бы побил, даже самый сильный, смелый прямо сейчас, поэтому вот, просто ставим план, по которому вы будете, план вашего вот этого продукта, по которому вы будете обучать. Собственно, на примерах, как оно выглядит, вот, там, наверное, плохо видно, но вот эти вот белые штучки, это нейтплейты, которые приклеены были к столу, и теперь человек, когда прихватан, знает, что здесь идет Артем, у Артема есть генри, и у них все хорошо. На самом деле, этот подход очень удобно использовать не только для новичков, а в целом, потому что новички бывают не только в вашей команде, но и в соседней. Когда вы говорите, пойди там на третьем этаже спроси, в комнате такой-то у Васи. Он приходит, смотрит, дядь Васи, приходят, а там 20 таких сидит, и он не знает, кто жизнь, кто, кого спросить, и уходит, говорит, а что, как-то не ответили, не дружелюбные ребята. Удобная штука, когда у вас есть подписанные имена, по крайней мере, на первое время. Собственно, сам план. Я предпочитаю показывать человеку план, который у него будет на месяц. Да, если у вас есть план только на день, только на неделю, это тоже хорошо. Просто убедитесь в том, что человек будет знать, что есть какой-то план, и что он будет делать. Чтобы он знал, что завтра он придет, и он будет что-то делать, и они разберемся как-то. Все будет хорошо, не переживай. И я люблю давать еще своим новичкам вот такой план этажа. Потому что, опять, ты приходишь в новое здание, новое место, тебе назначают какие-то митинги в каких-то комнатах, и ты вместо того, чтобы ходить хвостиком, скажешь, парень, он должен был рассказать, где он, где он, где он, где есть план, куда ты можешь пойти, ты знаешь, где ты можешь покушать на этаже, где ты поспать можешь на этаже и так далее. Получить всякие приятности. Собственно, вот это, что необходимо делать в первый день, давайте рассмотрим первую неделю. В первую неделю важно, чтобы новичок уже осознавал и был знаком с теми процессами и процедурами, которые есть, как и в компании, будь то там официальное оформление, он должен, сказать, идти в бухгалтерию или еще куда-то, вы тоже должны эту часть выделить на это время и, собственно, проследить за тем, что он успешно прошел этот этап, а не то, чтобы через 3 месяца у вас оказалось, что у вас работает чувак, который не оформил вообще нигде, никак. Это будет стресс-горно. Ну и, собственно, мы столько говорили об плане, этот план, поэтому план его кто-то будет учить, он будет сам учиться, но нужно убедиться в том, что люди знают, что они будут кого-то обучать и у них есть на это время. Потому что так, когда-то, да-да-да, я, конечно, ничего, а потом как-то месяц, нет, мы еще не начинали и потеряли дающий время это все. Собственно, в конце первой недели хорошо бы провести первый чекпоинт и спросить у человека, как дела, все ли нормально. Вы это можете делать, в принципе, и по всей делу, но все зависит от вашей занятости, но в первую неделю постарайтесь узнать либо у самого новичка, либо у ментора, что все нормально, он еще жив, здоров, все у него хорошо, и у вас всем будет все хорошо. Собственно, как это выглядит на примере, вот этот пресловутый «авилебилити», о котором я говорил, букайте. Забукайте в календарь, чтобы вы видели, что да, есть человек, который будет улучшить, где он это будет делать, и что все об этом знают и доступны в это время. Хорошо, что букать в день, можно неделю, опять же, все зависит от глубины вашего плана и его проработки. Это вот эти one-on-one с ментором, чтобы человек мог, если у него что-то на больном мог рассказать, либо если он что-то не успел, переспросить. Опять же, вы выделяете время как ему, так и человеку, который его будет менторить, и он будет знать, что там есть полчаса времени, я могу его взять из своих тасков, и меня никто не будет потом за это бить по каким-то числям делом. Приятным моментом является, когда у вас есть какой-то виги или тренинг пейдж, который вы использовали ранее, опять же, расшарьте его с новичком, потому что не каждого человека вы можете, скажем так, не каждый пойдет именно по тому плану, который вы составили, с той скоростью, которую кто-то захочет это сделать быстрее. Вот у меня, не знаю, вещи нам есть 10 часов свободного времени, я не сижу просто. Я могу учиться сам дальше и приятно удивлять и вас, и всех остальных, собственно, это то, что мы делаем на первой неделе, а к концу первого месяца, да, про неделю я бы хотел еще уточнить один, только первая неделя, это цикличный какой-то процесс, который вы делаете каждую неделю. вы собираете фидбэк, вы букаете, чтобы все, букаете ментора, букаете тех, кто будет, собственно, обучать вашего речка и все у вас получается хорошо. К концу первого месяца у нас остается следовать, собственно, плану, с теми погрешностями, исправлением тех погрешностей, которые вы собираете в процессе еженедельных чек-поминтов, что-то добавить, что-то убрать, что-то вообще забыть про это, постарайтесь собрать у вашего новичка фидбэк. То есть вы все распланировали, все было классно, вы довольны собой, вы довольны своей командой, но, как оказалось, Петя не так хорошо прочитал, как хотелось бы, да и Вася тоже что-то внималом это сделал. Когда есть форма фидбэка, можно оценить и ваши усилия и усилия ваших инженеров, были они потрачены в пустую или нет, можно даже просто поменять этих ребят местами и вы получите супер-мега деливри вашего плана обращения. И, собственно, в конце месяца лично из моего экспириенса можно уже потихоньку начинать работать. Но не забывайте, что когда вы начинаете работать, когда этот человек , точнее, новенький начинает работать, вы еще в какой-то степени продолжает его учить. Есть пункты, которые можно покрыть в течение первого месяца, которых будет достаточно для того, чтобы делать, например, ранить регрессию, либо просто читать код, иногда даже вслух ифмегребит. И под конец, да, я, кстати, как-то так быстро вложился, я молодец, я не буду вас держать от кофе и вот от прекрасных кузняшек. советы, которые я бы хотел все запомнили и может даже претворили в жизни создать вот этот тим или прочих выкид, на котором вы будете хранить всю информацию о вашем проекте, о вашей команде и будете туда загружать какие-то презентации, которые вы делали или делаете, либо кто-то делал уже до вас, там их можно собирать, делиться. Это полезно как и для новичков, так и для уже старичков, в команде, но которые по какой-то причине поменяли агенту и стали ответственны за какую-то другую эрию, там они могут подчеркнуть для себя старые или новые знания. Используйте knowledge matrix question. Что это такое? Во время интервью вы прекрасно можете понимать, где у кандидата есть пробелы, которые можно, скажем так, закрыть на них глаза и в течение первого времени, месяца, полугода, года даже возможно они не так важны для вас. Используя вот эту созданную матрицу вы сможете добавить ваш план кип, который будет покрыт уже после первого месяца, второго. Если это не критично, не нужно быть грандмастером SQL, он может это все загуглить, ему будет хорошо, но в то же время через полгода инвестиции в него, он уже будет шикарно писать вам Selective From и так далее. Создайте ту самую фидбэк-форму, о которой я уже говорил, чтобы импрувить ваш процесс, потому что что бы вы ни сделали один раз, если вы это сделали один раз и забыли, забили на это, то второй, третий, четвертый раз она уже будет постепенно терять свой профит, не смог русское придумать слово, поэтому всегда старайтесь это импрувить и собирать полезные, иногда и не очень полезные, фидбэки могут быть разными, но всегда делайте какой-то вывод после процесса обучения, который прошел, плюс растите менторов, это в одночасье с экономитовом время, потом сначала вы, конечно, будете тратить на то, чтобы, собственно, вырастить этот ментор, и не каждый захочет им быть, потому что не у каждого может быть даже такая предрасположенность, поэтому может всю жизнь придется вам всю жизнь в тректе, придется делать это вам самому, и постарайтесь делать как-то попроще, и не делать, а сегодня у тебя будет 24-часовая сессия по чему-нибудь завтра еще две такие в один день, это будет сложновато, но все-таки это же план, чтобы делал, в принципе, это, пожалуй, все, о чем я хотел рассказать, вот есть вот еще секция «Квали-то еще врунца», которая совмещена с вопросами, если они есть, welcome, задавайте. Все хотят пить кофе. «Квали-то команда подожди». «Прости, я тебя не раз пришел». «Так, вы вручируйте команду за ловес бики!» «Юм!» «На самом деле, если проблема в мотивировании команды, делай это сам. Если тебе это нужно сделать, а команда никак не хочет мотивироваться, это делает это сам. Во-вторых, опять же, когда я говорил про это, ментор, 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 вот это парень, который может это сделать. Главное, чтобы был материал, которым заполнить это. Плюс, опять же, если грамотно донести важность этого процесса и то, что вы часто сталкиваетесь с какой-то новым вещью, на которую вы тратите три часа времени, а потом знаете, это же было. Зачем? Один раз потратим три часа времени, и потом у нас будет все хорошо. С ним пояду же я такой страшный все, пояду и страшный. Ну, да. это реагирует на то, что он приумкнул и что другое нужно это место и ставить в первую очередь. Вы понимаете, это хорошо, давайте по крайней мере. Можно и микрофон не слушаться. Ну, месяц, на самом деле, это то, с чем заказчик может смириться. Это раз. А два, все зависит от проекта. В принципе, можно какого-то, если это новый проект, то может какого-то брифа на один неделю и человек уже будет готов к каким-то элементарным задачам. Опять же, все зависит от матюрности этого инженера. Если это джун, то все-таки, наверное, это придется тратить в месяц. Если он уже где-то работал, меньше тратятся времени на какие-то процессы, собственно, на саму техничку, если ее надо подтягивать в течение этого месяца, и можно уже потихоньку вступать в работу просто. Ну, заказчик, как правило, знает о том, что у тебя было либо расширение команды, отришено, и это очевидно, что с первых дней никто сразу вверх форме на 9000% не будет. Будет как-то странно даже, мне кажется. Можем тогда пить кофе, я думаю. Спасибо.